всем добрый день меня зовут елизавета цуканова я сегодня буду экспертом на докладе жени пешкова про хэд оф тайм компиляцию жени привет привет расскажи как так ты дошел до хэд оф тайм компиляции она так получилось что раньше я работал в компании в брейнс вот последний день я там работал по моему 18 февраля этого года потому что у в теников и в брейнс я достаточно много занимался вопросом о хэд оф тайм компиляции райдера с целью пересадить его на современный дот над 6 на операционной системе windows как вообще пришла к вам в голову эта идея это была какая-то уже отложенная фича который вы давным давно думали или было там твое предложение скорее это была отложенная фича потому что на дотнет фреймворке райдер и раньше использовал нген поэтому одно использовать их яд оф тайм компиляции на дотнет коре было довольно логичным этапом развития в плане перехода на дотнет корр я думаю что ты нам как раз об этом сейчас расскажешь я думаю отдам полностью тебе слово кран и все что можно вот начинать начинай так всем привет меня зовут женя пешков и сегодня я буду рассказывать об хед оф тайм компиляции в современном дотнете в том состоянии в котором она реализована сейчас итак что вообще такое хед оф тайм компиляции как мы знаем дотнет в своей работе использует джид компиляции то есть что это значит то что текст программы вначале компилируется в промежуточный в ил код а уже затем при выполнении джаст-ин-тайм этот ил код компилируется в код который непосредственно может исполняться процессором а хед оф тайм компиляции это соответственно компиляция программы какой-то или какой-то ее части сразу в нативный код вот пропуская стадию ил и так что мы вообще будем обсуждать зачем нужна вообще хед оф тайм компиляция какие есть для этого инструменты в современном дотнете как оцените хорошо ли мы внедрили хед оф тайм компиляции получаем ли мы от этого какие-то плюсы по производительности также расскажу об опыте внедрения хед оф тайм компиляции с помощью кросс ген 2 для ускорения старта jetbrains райдера также о недостатках средств и подходов к хед оф тайм компиляции которые в этом процессе обнаружились итак какие есть недостатки у джаст-ин-тайм компиляции во первых она занимает время на старте приложение это не так важно если это веб-приложение потому что веб-приложение например можно прогреть и запросами при диплое и уже затем пускать туда пользовательский трафик но вот если это приложение которое выполняется непосредственно на компьютере пользователя то тут уже его никак не прогреть оно запускается и джитит свой код пользователь в это время несчастный сидит и ждет соответственно что мы можем сделать с помощью аота это пропустить вот этот этап джита или его сократить также джит довольно ограничен по времени за которое он должен успеть скомпилировать код так как все это происходит в рантайме и по идее должно работать быстро соответственно джит часто не может применить какие-то ресурсоемкие оптимизации возможно аот нам в этом как-то поможет также джит поддерживается не на всех платформах например на ios джитит и генерировать код в рантайме нельзя и код должен быть весь скомпилирован заранее соответственно некоторые виды ахедов тайм компиляции позволят нам полностью избавиться от джита в рантайме я уже сказал что есть несколько видов средств для ахедов тайм компиляции я их разделил на три категории первое это те средства которые лишь и дополняют джит то есть часть кода все равно продолжает компилироваться в рантайме но для ускорения старта другую часть можно предкомпилировать в нативный код и вот это как раз нген и кроссген 2 о котором я уже упоминал следующая категория это средства хедов тайм компиляции которые позволяют скомпилировать полностью нативное приложение вот они перечислены справа вот и категория другие это то что компилируется не в нативный код а в какой-то другой код например под другую платформу в частности если вы пользовались блазором то знаете что можно код вашей вашего сайта сразу скомпилировать в васм и это будет работать гораздо эффективнее чем когда в васме отдельно рантайм который уже код выполняет внутри браузера что если приложение скомпилировано целиком заранее в васм то это работает побыстрее конечно все эти инструменты охватить в одном докладе вряд ли получится поэтому мы остановимся на таких самых современных на ready to run или кроссген 2 и native aot ready to run позволяет ускорить старт современного дотнет приложения то есть приложение под дотнет 6 там дотнет 7 а native aot позволяет скомпилировать его полностью в нативный код итак в начале поговорим об head of time компиляции для ускорения старта почему это вообще актуально ну вот если мы возьмем и померяем время джета то можно обнаружить что оно в некоторых приложениях довольно большое как померить время джета в первую очередь с помощью ивентов рантайма их можно собрать вручную через и tv или другими средствами либо взять какой-то готовый инструмент для этого например dot trace и вот здесь я профилировал the brains rider и dot trace нам сказал что джет компиляция на основном потоке заняла 10 секунд казалось бы вот огромное значение также кроме dot trace можно померить с помощью perf view здесь я померил с помощью perf view и как мы видим джет на основном треде здесь уже занял 17 секунд а не 10 как нам сказал dot trace то есть вот вопрос сразу возникает кто прав здесь dot trace или perf view чуть позже я дам ответ на этот вопрос а пока разберем вообще какие метрики по джету существуют первая метрика это foreground джет это блокирующий джет который вызывается при первом обращении к типу или методу вот соответственно пока метод джетится поток ну собственно джетит этот метод и сам код приложения не выполняет также следующий вид джета это тоже самое только что касается основного потока приложения это важно для приложений с графическим интерфейсом например где есть основной поток на котором этот графический интерфейс отрисовывается соответственно джет на основном потоке как раз и будет фризить графический интерфейс следующий вид multi-core джет background это метрика которая относится к так называемой profile optimization это довольно эффективная тактика ускорения стартапа которая заключается в том что при запуске приложения runtime.net собирают статистику какие методы ему понадобилось джетить а при следующем запуске уже старается exit заранее на background потоках поэтому так метрика и называется вот это полезная оптимизация потому что ее очень легко включить буквально в пару строк кода ищите по словам profile optimization следующая метрика tired компиляция это фича современного .NET .NET она заключается в том что в начале джет генерирует не очень эффективный код но зато который можно сгенерировать быстро а дальше если оказалось что метод часто используется то он перекомпилируется более эффективно уже на background потоки и таким образом можно выполнить более тяжеловесные оптимизации без ущерба для как сказать user experience что мы в основном потоке этот джет не увидим так теперь разберемся с тем кто же все-таки прав perfview или .trace в том эксперименте что одна утилита нам сказала у нас джет занимает 10 секунд другая сказала что занимает 17 и правильный ответ на этот вопрос что не прав никто все эти инструменты они одинаково бесполезны чтобы точно померить время джета в приложении которое имеет смысл ускорять с помощью head of time компиляции почему они бесполезны потому что они несут в себе большой оверхед то что на каждый джет метода генерируется дополнительное событие рантайма и из этого можно увидеть то что метрики приложения когда запущены perfview и .trace они довольно сильно проседают на порядок соответственно как мерить если вы хотите оценить насколько успешно оптимизировали приложение с помощью аот то вам важны только реальные метрики по старту приложения события от а до б то есть допустим а пользователь нажал на ярлык запустить программу б у него отрисовалась окно вот собственно вот такая продуктовая метрика допустим время старта приложения до момента когда отрисуется основное окно вот это хорошая метрика чтобы характеризовать результативность head of time компиляции а все средства профиляции здесь имеет смысл воспринимать только как вспомогательное например чтобы посмотреть что у нас вообще уменьшилось количество методов которые отжитятся теперь перейдем к собственно инструменту для ускорения старта с помощью head of time компиляции в современном дотнете он называется ready to run и кроссген 2 сейчас расскажу чем они отличаются вот это head of time компиляция для дотнета общего назначения работает в паре с джетом и отличие между ready to run и кроссген 2 в том то что ready to run это формат данных как нативный код хранится внутри менеджер сборки а кроссген 2 это компилятор с утилита которая позволяет сгенерировать сборку с данными в формате ready to run ready to run образом будем называть сборку которая содержит нативный код в уже упомянутом ready to run формате итак кроссген 2 собственно как я уже сказал это утилита она менеджет но при этом использует джет то есть сам кроссген 2 написан в менеджет коде но компиляция происходит тем же самым джетом с дополнительными там флагами что мы компилируем сейчас не в рантайме а в ahead of time но если вы хотите посмотреть вообще как кроссген 2 работает то это довольно просто сделать он живет в репозитории dotnet run time можете скачать и изучить эту утилиту кроссген 2 поддерживает кросс компиляцию под другие операционные системы то есть например если у вас CI работает на линуксе то вы на нем можете генерировать ready to run образы под операционную систему например windows что очень удобно как живет приложение которое заоптимизировали с помощью ready to run он существует вместе с джетом то есть до запуска приложения мы выполняем ahead of time компиляцию например при паблише дальше приложение стартует с использованием head of time с компилированного кода по мере необходимости если у нас каких-то методов не оказалось в ready to run образе по каким-то причинам то эти методы джет компилируются а дальше происходит перекомпиляция горячего кода в tier 1 вот что здесь важно то что перекомпиляция в следующий tier она будет происходить в том числе для кода который взят из ready to run образа то есть вот этот нативный код который генерируется при head of time компиляции он в данном случае не окончательный потому что до запуска приложения у нас нет всей информации допустим о типах которые есть в рантайме и в рантайме мы можем сгенерировать точнее рантайм.нет может сгенерировать более эффективный код так да то есть что надо понимать что ready to run код он еще не окончательно это все может перекомпилироваться цветом как начать использовать кросс ген или ready to run во-первых из коробки то есть если у вас есть приложение на современном дотнете вы уже используете ready to run потому что с помощью этой технологии уже предкомпилирована стандартная библиотека дотнета если вы хотите скомпилировать свое приложение с помощью кросс ген 2 то вы можете сделать это например при паблише приложения это наиболее стабильный и рекомендуемый вариант если вы хотите попробовать кросс ген 2 вот добавляете в свой csproch вот такие строки и после этого при вызове дотнет паблиш у вас в менеджер сборки будет добавлены ready to run данные если у вас приложение собирается каким-то более сложным образом чем дотнет паблишем то вы можете использовать кросс ген 2 напрямую вот это сделать чуть сложнее там надо передать аргументы в особом образе но я думаю то что вы разберетесь если захотите это сделать также с помощью кросс ген 2 можно пойти по пути ангена и скомпилировать приложение не на а на компьютеры пользователя вообще официальная идеология кросс гена в том то что он должен выполняться при билде приложения вот с помощью кросс ген 2 если мы его используем отдельно то можно скомпилировать с помощью с помощью него какое-то уже готовое приложение которое вы получили откуда-то которое никак не предкомпилировано ну и саму утилиту чтобы ее запустить отдельно можно идти в нугете или собрать самостоятельно собрать самостоятельно возможно вам все-таки придется потому что пока что кросс ген 2 он в стадии активной разработки и там можно столкнуться с некоторыми багами кросс ген 2 поддерживает два основных режима компиляции первый из которых называется сингл файл компиляция в этом режиме все сборки компилируются по отдельности нативный код хранится прямо внутри этих сборок а возможности для оптимизации сильно ограничены тем что мы можем понимать код только в рамках одной сборки и того на что эта сборка ссылается на референсы второй режим это композитный режим в нем нативный код будет храниться не в самих менеджер сборках а в отдельном бандле rdlr dll например и здесь уже можно как бы собрать все сборки приложения в так называемый version bubble то есть зафиксировать то что код между этими сборками не будет отличаться никак вот что это будут точно такие же как в рантайме сборки у нас про билде если мы это знаем то мы можем применять более эффективные оптимизации ну вот в частности инлайнить код между сборками но тут надо учитывать то что если у нас в рантайме набор сборок будет отличаться от тех что было при билде то приложение даже откажется стартовать но для того чтобы протестировать cross-gen 2 для начала я взял такое тестовое приложение которое называется dense pie кто не знает dense pie это довольно качественный декомпилятор dotnet кода кроме того что просматривать декомпилированный код он позволяет его еще и редактировать в отличие от других декомпиляторов таких как dotpeak ill spy что иногда очень полезно поэтому если не знаете эту утилиту то я рекомендую вам ее опробовать собственно у dense pie есть вот такой замечательный loader в начале и вот он где-то 2 секунды идет а потом появляется уже вот такое красивое окошко вот кажется что можно попробовать использовать cross-gen чтобы заоптимизировать вот этот старт dense pie вот и что получилось ускорение старта у нас оказалось довольно незаметным но при этом размер артефакта приложения довольно сильно увеличился то есть увеличился если он быть точнее в два раза не считая ресурсов которые есть в приложении почему так происходит происходит так потому что нативный код он добавляется к сборкам а весь ил и все метаданные они сохраняются вот то есть здесь при head of time компиляции для ускорения старта происходит такой трейдов размера итогового артефакта и времени старта приложения и соответственно не все приложения имеют смысл таким образом оптимизировать также когда я компилировал в композитор режиме то в начале у меня ничего не получилось потому что приложение упало с ошибкой вот из-за DLL название которое написано на слайде но это довольно легко исправилось тем что эта сборка была исключена из из нативной компиляции но опять чтобы ее исключить пришлось тоже повоевать с этим инструментом под названием кроссген 2 но это уже история о баге который скорее всего будет в будущем исправлен поэтому останавливаться на этом нет особого смысла итак как нам уменьшить итоговый размер артефакта первый вариант это исключить часть сборок из компиляции это не очень хороший способ потому что потому что если мы исключаем какие-то сборки которые дали больше всего нативного кода которые больше всего повлияли на размер то скорее всего именно эти же сборки довольно сильно повлияли на сокращение времени старта вот дальше следующая попытка использовать параметр optimize space у кроссген 2 это не особо помогло размер не отличался от варианта без этого параметра следующий способ это тримминг удаление неиспользуемого кода из сборки но с триммингом опять встает вопрос что это дополнительная головная боль в плане того что надо вручную понимать что у нас на самом деле используется допустим через рефлексию неявным образом вот дальше следующий вариант как я уже упоминал что можно запустить head of time компиляции уже на компьютеры пользователя как это было принято делать в нгене вот это позволяет уменьшить размер того артефакта который пользователю на компьютер доставляется ну и самый эффективный как на мой взгляд способ это сжать получившийся артефакт вот этот нативный образ который получился при компиляции dancepy довольно хорошо сжался и так теперь перейдем собственно к теме ускорения старта райдера потому что на dancepy мы что-то попробовали теперь пора взяться за по-настоящему большое приложение какая у нас изначально стояла задача задача была перейти на современный дотнет на windows на линуксе и макосе это произошло уже давно а вот на windows нас останавливало то что райдер на дотнет фреймворке с энгеном стартует быстрее чем райдер просто на дотнете шестом соответственно надо было сравняться по скорости с вариантом нет фреймворк плюс энген вот ну и вообще хотелось ускорить время старта идеи еще больше это выглядит как повод использовать кроссген 2 да вот кстати я уже несколько раз сказал кроссген 2 но забыл рассказать чем кроссген 1 отличается от кроссген 2 изначально мы пробовали скомпилировать райдер с помощью кроссгена 1 кроссген 1 это была старая утилита которая генерировала нативный код в ready to run формате но при этом кроссген 2 ой кроссген 1 генерировал очень плохой код который в начале на старте давал конечно ускорение но в рантайме уже сильно замедлял приложение поэтому от кроссген 1 мы отказались как собственно от него отказались разработчики самого дотнета и сейчас единственный современный инструмент для создания ready to run образов это как раз кроссген 2 если вы используете кроссгена без цифры 2 в названии то скорее всего вы что-то делаете не так и вам надо идти все переделать на кроссген 2 кроссген 1 мы потеряли очень много времени и это совершенно того не стоило когда начали использовать кроссген 2 дело пошло куда быстрее и с какими проблемами мы столкнулись при использовании кроссгена 2 первая проблема это баги а head of time компиляция это не самая популярная фича дотнета и соответственно там не так и много сценариев использования каких-то реальных в которых баги можно было бы выявить большинство утилит они находятся в экспериментальном состоянии вообще вся тема с head of time компиляции именно в современном дотнете она еще только формируется во что-то законченное и все еще может очень много раз измениться поэтому если вы уже решили использовать head of time компиляции то будьте готовы к тому что вам понадобятся эти баги поправить самостоятельно и что-то в тулинг законтрибьютить также очень внимательно тестируйте свои приложения не сломалось ли у вас что-то не стало ли все работать медленнее ну и будьте готовы к тому что используемые используемые вами утилиту перестанут поддерживать то есть я вот вначале показывал довольно большой список средств для head of time компиляции которые когда-то существовали в дотнете ну и многие из них уже сейчас не поддерживаются или стали чем-то другим каким-то образом переродились в какой-то новый проект поэтому вам надо быть к этому просто готовыми и вот один из таких багов это следующая наша проблема проблема собственно была такая то что кроссген работает медленно мы тогда использовали сингл файл компиляции и для каждой из сборок запускали кроссген 2.exe по отдельности то есть у нас n сборок n запусков утилиты собственно таким образом и работает стандартный тулинг в .NET 6 который можно заюзать с помощью параметров все спродж при паблише вот какое узкое место всего этого процесса то что каждый ну на каждый запуск надо загрузить все референсы той сборки которую мы компилируем эти референсы это ну одни и те же сборки для каждой из наших сходных сборок и простое распараллеливание здесь не работает потому что ну что будет от того что мы запустим допустим n реплик кроссгена они все упрутся в файловый ввод когда будут читать эти референсы с диска соответственно как это решить по нормальному это компилировать сразу несколько сборок за один запуск кроссген 2.xz благо он это позволяет но на .NET 7 такой способ работает хорошо а на .NET 6 это работает только для dll файлов баг там довольно простой что там просто забыли расширение .exe обработать в одном месте а коммит который это исправляет в .NET 6 уже не успел и отправился уже в .NET 7 ну соответственно как воркараунд некоторый на .NET 6 можно запустить вначале компиляцию dll а потом уже скомпилировать отдельно оставшиеся .exe в принципе такой подход работает но если вы используете допустим превью .NET 7 то вы вообще с этим багом не столкнетесь третья проблема с которой мы столкнулись это как хранить ready to run образы и как доставлять их до пользователя в чем собственно проблема если у нас в сборке есть ready to run данные то эту сборку уже нельзя загрузить из .NET фреймворка а в райдере есть некоторые места когда одна и та же сборка грузится сразу в .NET 6 рентайме и в .NET фреймворковом рентайме соответственно для нас вот это было некоторым блокером казалось бы здесь то что можно хранить ready to run в отдельном файле то есть скомпилировать приложение в композитном режиме но к сожалению даже в таком случае менеджер сборки редактируется и в них попадает хедер со ссылкой на композитный вот этот файл вот хедер этот выглядит вот так и .NET фреймворк с таким хедером уже сборку загрузить не сможет то есть проблема какая проблема такая то что изначально у нас есть сборка которая работает и на .NET фреймворке и на .NET шестом а после компиляции кроссгеном эта сборка универсальность свою теряет нам надо либо носить с собой несколько копий либо придумывать какой-то другой воркараунд например можно хранить ready to run образы отдельно в файлах с расширениями .NET .NET и размещать их рядом с нашими исходными сборками ну тогда конечно придется там повозиться с хаками как нам эти файлы загрузить но это отдельная история к сожалению в таком случае будут некоторые проблемы с рефлексией то что рефлексия узнает о том что у нас хедов тайм компиляции используется и это довольно такое грязное решение то что ready to run на мой взгляд то что ready to run они становятся по сути неотъемлемой частью .NET приложения хотя конечно хотелось бы чтобы это было как-то со стороны что вот есть какой-то отдельный файл где хранится уже вот этот нативный код кстати если кто-то знает то пожалуйста расскажите чем плохо вообще решение кэшировать результаты джета в рентайме использовать их при следующем запуске и почему все здесь будет работать не так просто вот я не знаю я знаю то что есть Java Enchacement Proposal где как раз предлагается кэшировать результаты джета там есть какая-то большая дискуссия все это было уже там 10-15 лет назад и с того момента кэширование результатов джета есть только в альтернативных джава рентаймах насколько я знаю вообще очень интересно почему это не массовая технология итак глядываясь вот назад именно вот проблема с тем как хранить эти ready-to-run образы как их доставлять до пользователя стала основной на пути к закросгененному райдеру так как требовало некоторой переработки билд системы если бы мы решили собирать кросгенные образы на CI также потребовалось бы переработать инстайлер также это бы увеличило сразу занимаемое место на диске и артефакт который пользователю необходимо скачать для установки райдера ну и вообще как бы это решение просто оказалось идеологически не очень верным так как у нас как раз менеджет приложение заражалось нативным кодом а этот нативный код не приходил откуда-то сбоку как это происходило при ангене то есть конечно хотелось бы чтобы вот эта оптимизация на само на само приложение никак не модифицировала но к сожалению сейчас это работает немного не так проблема четвертая с которой столкнулись это падение производительности то есть как это вообще проявлялось то что вот мы скомпилировали бэкэнт райдера с помощью кроссгена и на компьютерах разработчиков все работает хорошо но при перформанс-тестировании на тестовой площадке метрики сильно просели и вот тестовая площадка состояла из мак-минников начала 2010-х годов и здесь мне конечно очень хочется спросить у вас в чем здесь причина насколько я знаю есть какая-то задержка в стриме поэтому скажу ответ так то что так как процессоры на вот этих мак-минниках они не самые современные были то они не поддерживали некоторые наборы инструкций в частности vx2 наши ready to run образы были собраны именно с требованием чтобы они запускались только на процессорах с поддержкой vx2 и оказалось так то что если runtime.net понимает что он не может применить нативные коды за ready to run образы то эта операция неудачной загрузки она очень дорогая по времени и соответственно производительность из этого проседает собственным решением стало собирать ready to run образы с настройками по умолчанию без дополнительных требований к поддерживаемым instruction сетам и разницы в производительности никакой замечено не было как это вообще работает кроссген образы могут включать код под разные наборы инструкций вот под требуемый и оптимистичный требуемый по умолчанию это sse2 а оптимистичный ну чуть побольше то есть в чем разница что в ready to run образе будут коды под те наборы инструкций под те наборы инструкций соответственно загрузится он везде так как требование у нас минимальное по instruction сету но в некоторых случаях все-таки загрузится сразу более оптимальный код на самом деле все не так важно потому что как помним у нас же tired компиляция в dotnet core и этот код все равно будет по необходимости реджититься поэтому на instruction сеты мы приняли решение просто ну их не учитывать вот что меняет заданный instruction сет на самом деле это тоже очень интересный вопрос конечно хотелось бы подобрать пример когда прямо из-за instruction сета в кроссген образе производительность приложения меняется следующая проблема с которой мы столкнулись это то что не было выигрыша по производительности на линуксе и на mac оси на windows при этом он был это решается переходом на dotnet 7 вот мы пробовали на превью 1 и там уже на линуксе и на mac оси были результаты даже лучше чем на windows у нас соответственно какой из этого вывод то что head of time компиляция вам надо тестировать на всех ваших целевых платформах все может очень отличаться потому что есть x64 есть arm есть windows есть linux есть mac оси какая-нибудь другая операционная система если когда-нибудь такое появится я уж не знаю бывает так или нет но там по-любому вылезут именно платформа зависимые вещи связанные с head of time компиляции да и в принципе с любой компиляции тоже если вы как-то этим занимаетесь то должны тестировать коды сразу на всех ваших платформах и так какие у нас итоги по райдеру райдер перешел на .NET 6 теперь и на windows head of time компиляция с помощью кроссгена 2 позволила сравняться со временем старта с над фреймворком и энгеном но это уже произошло без моего участия после того как я ушел и собственно вы уже можете это попробовать в япи 4 нового райдера вот собственно как мы решили вопрос с доставкой в итоге ну точнее как его решили уже нынешние разработчики райдера тем что кроссген запускается на компьютеры уже конечного пользователя а в инсталлеры в CI кроссген пока не внедрен никаким образом итак ну собственно вот такая история про райдер дальше наверное к нему уже не будем возвращаться Жень у меня есть еще несколько вопросов по райдеру давай чтобы к нему мы не возвращались вот сколько времени у вас съел вот этот переход на кроссген но у нас очень много времени съели эксперимент с кроссген 1 с попытками заставить его как-то адекватно работать то есть этим занимались так сказать по мере возможностей с того момента как райдер вообще перешел на dotnet core на никсах вот а уже когда пошло дело и мы начали использовать кроссген 2 то все пошло гораздо быстрее и вот где-то кроссген 2 впервые попробовали в сентябре ну и вот сейчас в получается в июне уже это в япе то есть где-то ну так сказать порядка полугода а то есть от энгена полностью получилось отказаться но энген это для дотнет фреймворка и в современном дотнете его просто нет поэтому от него отказались вместе с дотнет фреймворком то есть не было никаких переходных периодов таких когда где-то кроссген где-то энген но был довольно крупный переходный период когда райдер работал на современном дотнете на линуксе и мак оси а на виндовс до сих пор использовался дотнет фреймворк вместе с энгеном и вот как раз все вот эти приключения с кроссген они понадобились чтобы от такой схемы отказаться а что тебе самому больше всего запомнилось вот из этой работы с кроссгеном ох мне на самом деле больше всего запомнились эксперименты с разными режимами кроссгена и когда например удалось заставить работать райдер в таком в довольно кустарном режиме но на дотнете седьмом превью один и со всеми включенными оптимизациями кроссгена в композитном режиме конечно но это такое не продакшн рейде вообще было решение но по некоторым метрикам прямо дало ускорение на там 30-40 процентов если там включить и оптимизацию то что межсборочный инлайнинг и компиляцию дженериков вот это давало большой прирост производительности но я тогда уже вот это закончить не успел я очень надеюсь что после выхода дотнета седьмого уже в релиз райдер перейдет на дотнет 7 и заюзает какие-нибудь фичи head of time компиляции которые приедут вместе с новой версией дотнета понятно а еще такой маленький вопросик а почему именно кроссген а не вот core rt точнее native out про которые ты тоже сегодня обещаешь рассказать нам но тут поинт такой то что у нас не была задача полностью уйти в нативный код у нас была лишь задача оптимизировать старт все таки переход полностью на нативный код он накладывает свои ограничения на то что можно вообще делать внутри приложения однако вот если мы посмотрим core rt да его же когда-то там заморозили несколько лет назад и все же появился потом вот этот native out вот что ты можешь о нем сказать к этой части я перейду после того как расскажу об утилитах для того чтобы оценить результаты внедрения ready to run хорошо тогда я жду итак да вот конечно мы композитный режим у нас в райдере которые пока еще не получилось сделать и используется сингл файл компиляции вот так утилиты для ready to run сопутствующие ну во-первых perf view trace event event listener то есть утилиты которые работают ctv event tracing for windows или .net runtime и здесь нам интересен вот эвент под названием ready to run get entry point у которого параметр entry point не ноль этот эвент стреляет когда удачно загружается ready to run образ для метода вот собственно наблюдение за этим эвентом оно позволяет понять вообще загружаются у нас ready to run вот образу для методов сколько их загружается вот в частности с помощью этого ивента мы диагностировали то что на датнете шестом на linux и mac и c ничего у нас хорошего не загружается следующая утилита это ready to run dump она позволяет просматривать содержимое ready to run хедера чтобы понять вообще что скомпилировал кроссген но эту утилиту вы скорее всего будете использовать только если будете разрабатывать что-то непосредственно внутри самого кроссген 2 дальше у нас есть ill spy он поддерживает дизассемблирование ready to run кода можно посмотреть в ассемблерном представлении что у нас в ready to run образ попало также другой дизассемблер это плагин дизасма который разрабатывает Егор Богатов один из разработчиков джита он позволяет дизассемблировать код всякими разными способами в том числе так как если бы этот код был скомпилирован с помощью кроссгена и собственно на этом с утилитами все если кто-то пройдет в дискуссионную зону и захочет посмотреть демо то можно посмотреть подробнее как все это выглядит и переходим к следующему разделу нативный аот что вообще такое нативный аот это наследник core rt то есть это по-прежнему как и core rt это отдельный рантайм который позволяет скомпилировать дотнет приложение в один нативный бинарь ил при этом не используется вообще никак вот и приложение перед такой компиляцией еще и триммится то есть из него удаляются неиспользуемые методы типы сборки в зависимости от того какой режим тримминга используется вот сейчас вот native аот вышел в основной репозиторий дотнета к превью 3 сейчас он лежит в репозитории дотнет рантайм и пока что заявлено что с помощью native аот можно скомпилировать консольное приложение или нативную библиотеку но на самом деле возможности чуть шире например мне удалось скомпилировать приложение на sp.net core запустился сервер и он отвечает вот на запросы вот то есть применимость native аота она расширяется и со временем все больше приложений на дотнете можно будет скомпилировать в нативный код как вообще попробовать native аот да довольно просто надо подключить пакет под названием microsoft.net il compiler ну и если вы сидите на windows то возможно вам придется еще установить нативные атулы для visual studio компилятор c++ вот в чем отличие вот того про что я раньше рассказывал про ready to run которая используется для ускорения старта от native аота отличаются они буквально всем во первых задачами то что если ready to run это лишь приятное дополнение к g2 то native аот это это средство для компиляции целиком нативных приложений которые джид не используют соответственно размер артефакта в ready to run он у нас больше потому что нативный код дополняет приложение а в native аот размер артефакта меньше потому что мы можем не включать ил не включать метаданные а включать только нативный код соответственно если для ready to run целевое приложение может быть почти любым по модулю того насколько требуется приложению head of time компиляция то вот для native аота уже приложение понадобится подготовить особым образом то есть например указать какие типы мы хотим использовать с помощью рефлексии в нем вот также но отличие в рантайме что если на ready to run у нас рантайм собственно стандартный корс clr то вот в native аот и реализации некоторых типов они будут отличаться там все таки рантайм свой но и с native аотом конечно приложение да становится нативным более легковесным но при этом исчезают привычные фичи менеджер рантайма и к этому нужно быть готовыми то есть вообще у нас .NET он изначально заточен под то что там есть рантайм с джетом с гарбидж коллектором ну конечно гарбидж коллектор он и в native аоте остается ну например в native аоте уже куда меньше возможности по рефлексии и экспресси по динамической загрузке сборок то что ее уже не будет то есть плагины так просто уже не получить вот ну и если у вас приложение работает с рефлексией кода генерации то придется там тоже есть свои нюансы которые придется учитывать поэтому приложение как раз должно быть подготовлено но и не все приложения пока что могут быть в native скомпилированы что я говорю когда вообще имею в виду подготовка приложения вот допустим я взял такое приложение которое просто все реализуют джессоны с помощью систем текст джессона и вот мне здесь говорят то что один из методов вот помечено requires unreferenced code attribute то есть для того чтобы этот метод нормально работал ему нужен доступ к типам которые происходят неявно например с помощью рефлексии и здесь еще хорошо что этот тип помечен таким атрибутом если у вас это какая-то библиотека то вас там остается только гадать используют метод рефлексии не используют то есть скорее всего это будет так что вы скомпилировали скомпилировали приложение у вас что-то упало и вы пытаетесь с этим разобраться скомпилировать снова поймать новую ошибку и вот по такому циклу разработка проходить и будет соответственно конечно самое простое это добавить все в артефакт приложения вот все методанные которые нужны для рефлексии то есть вот так как раз тут показано как отключить методанные ну вот надо false true перевернуть здесь местами чтобы все добавить в артефакт также можно указать динамически используемые типы в специальном файле ну либо можно использовать модную фичу dotnet под названием source генераторы и вот здесь мне кажется то что source генераторы они прямо возвращают к жизни тему компиляции целиком в нативный код так как во многих случаях позволяют избавиться от потребности в рефлексии и кода генерации в рантайме например с помощью source генераторов можно сериализовать десерилизовать засоны компилировать регулярное выражение есть эксперименты по di-контейнерам на основе source генераторов ну и это прикольно даже не только тем что это можно скомпилировать в нативный код но и в том что это делает все зависимости в приложении более явными конечно своими трейдовами но тема на мой взгляд очень перспективная вот у Андрея Дятлова были на предыдущих dotnext хорошие доклады по теме source генераторов рекомендую посмотреть если вам интересно ну и какую выгоду дают source генераторы для нативных приложений вот я взял приложение которое сериализует просто джесон и сравнило размеры получающихся артефактов и если мы используем ньютонцов джесон который использует рефлексию кодогенерацию то артефакт у нас получился 26 мегабайт если мы используем систем текст джесон без source генераторов то размер артефакта получился 5 мегабайт а если мы еще добавляем source генератор то у нас нативный бинарник получается размером меньше 2 мегабайт разве это или не мечта и но то есть если раньше все упрекали дотнет в том то что это огромное неповоротливое 100 мегабайтное приложение там ради одного окошка то вот с нативным аотом это становится неправдой во многих случаях и теперь можно считать что дотнет приложения тоже могут быть маленькими легковесными и загружаться даже по заблокированным там замедленным каналам интернета также я взял веб приложение и сервер на spnet core который просто умеет отвечать на один запрос занял в итоге 28 мегабайт это конечно немало но при этом это меньше чем если просто скомпилировать self-contained приложение что здесь по бенчмаркам ну вот я не придумал на самом деле хороший прямо бенчмарк который можно показать на тему native аота вот но benchmark.net сам по себе поддерживает бенчмарки под native аот и их можно запустить вот таким образом к сожалению более простыми образами у меня все падало на рефлексии внутри одного из методов benchmark.net но это конечно баг это надо поправить но пока вы можете использовать вот такой способ если хотите запустить какой-то бенчмарк ну вот я взял тоже бенчмарк который сериализует джессоны в том приложении с сорс-генератором джессон у меня был вот такой большой вложенный на 120 килобайт и что мы получаем с джетом мы получаем примерно 150 микросекунд сериализация 380 сериализация а вот на native аоте к сожалению у нас это работает чуть медленнее вот но это конечно никакой не упрек native аоту на самом деле просто суть в том то что native аот сейчас находится в активной разработке и ему простительно вот такое к тому же разница здесь ну почти что минимальная и по любому если вам важен именно маленький размер приложения и нативность то вы это легко переживете ну вот на самом деле вот такая разница она наблюдается не только в этом бенчмарке но еще во многих других которые я пытался запускать на native аоте и так что дальше вообще на самом деле native аот это именно очень интересная технология так как это независимый рантайм вот а c-sharp и платформа dotnet ну то есть язык и стандартная библиотека вот и все что находится вокруг там платформы это разделяемые вещи то оказывается что можно скомпилировать приложение вообще без стандартной библиотеки без рантайма и в отличающемся от обычного формате точно рекомендую посмотреть гитхаб одного из разработчиков native аот если вас заинтересовала эта тема можете посмотреть как сделать приложение на c-sharp размером 8 килобайт узнать как запустить программу на c-sharp вообще без операционной системы с помощью native aot вот так же native aot решает проблему курицы яйца то что мы не можем допустим написать какие-то части рантайма допустим мы не можем написать dotnet ный джит на c-sharp потому что тогда этот код придется джитить по сути этим же джитом и ничего у нас не получится вот здесь как раз можно уже так пофантазировать и построить некоторые воздушные замки где у нас dotnet код который ну код на c-sharp который на котором написан рантайм для запуска кода на c-sharp вот proof of концепты некоторые существуют итак какие из всего этого выводы head of time компиляция это действительно рабочая технология для современного dotnet пускай результаты и не всегда такие как мы ожидаем так как это нишевая технология то пользователей мало могут быть некоторые баги но это лишь вопрос времени также далеко не каждое приложение получит пользу это head of time компиляции вот все это очень активно развивается поэтому много утилит подходов они еще в некотором экспериментальном состоянии ну и native od с приходом source генераторов получил вторую жизнь после core rt который был заброшен на довольно длительное время здесь я приведу ссылки первая ссылка на доклад елизаветы с dotnext 2018 питер посмотрите его если вам интересно как работает head of time компиляция на dotnet фреймворке вот и на моно потому что я решил это не дублировать уже про dotnet чат в котором можно встретить разработчиков всех упомянутых утилит инструментов и задать им вопросы документация по native аоту гитхаб одного из разработчиков и некоторые другие ссылки здесь например вот там где ссылка в документации к native аоту третья это очень интересный дизайн док вообще по тому как ну какие есть форматы диплоя dotnet приложений там self-contained head of time компилированные полностью нативные тоже рекомендую с этим ознакомиться также я решил завести свой блог в который иногда писать некоторые заметки о dotnet никакого спама там не планируется вот так как пока нету какого-то стендавон у меня блога то я разместил ссылку на телеграм-канал в котором обязательно сообщу когда стендавон блог появится сейчас в телеграм-канале уже есть ссылки на на все мои предыдущие доклады на конференции dotnext собственно это все что что и все и Продолжение следует...